Уборочная кампания в Ленском районе завершена, но работникам сельского хозяйства Ленского района расслабляться не приходится. И впереди еще очень много работы. Какие планы у сельхозпроизводителей на будущий год и какие планы развития сельского хозяйства Ленского района в целом? Сегодня мы узнаем у начальника Ленского районного управления сельского хозяйства Захарова Ивана Константиновича. Иван Константинович, здравствуйте! Начнем с самой сложной проблемы, самой большой проблемы. Это хранение и сбыт урожая. Расскажите, какие решения этих проблем есть? В Ленском районе. Централизованных результаций пока нет. Каждое хозяйство по своей силе, по своим возможностям связывается с теми или иными предприятиями. То есть они сейчас поставляют удачные. Удачным у нас хозяйство закупили в прошлом году. Получается участок и есть где хранить. Удачным у нас есть предприятие, которое скупает не у всех. То есть там у нас на ней предприниматели заключили договор. Есть в Мирном. Это как бы львиная доля поставки. В общем, у нас пока, на данный момент, можно сказать, пока нет. На сегодняшний день мы отрабатываем вопрос, связались уже с Алросаторгом. Завтра у нас в 14.15 намечена встреча с представителями Алросаторга. То есть будем заключать договора. Я надеюсь, что мы придем к общему знаменателю. Потихоньку у нас идет связь с внешними предприятиями, чтобы привлечь их, то есть связать хозяйство наше с именно потребителями. Ну, давайте представим, что все получилось хорошо. С Алросаторгом получилось договориться, прийти к общему знаменателю. Чем это будет полезно для сельского хозяйства Ленского района? Ну, это много вопросов будет решать. Как бы основной вопрос по сбыту, это дает финансы для развития, для стабилизации общеводов наших. То есть средства, именно средствами. Пока точности по процентам тоже говорить не буду. Какой процент они у нас запросят? Мы же не знаем, какие объемы им нужны, в каких количествах, в каких периодах. То есть это все будем обговаривать. Но я надеюсь, что какую-то хоть часть мы уже реализуем. То есть будут планы у нас на реализацию на следующий год. С представителями предприятия Алросаторг встретились сельхозпроизводители из Чимчи, Артанахара, Южной Нюи и Батамая. Они предложили к реализации экологически чистые, сортовые, картофель, капусту и морковь. Для ленских христиан это хороший способ конкурировать с поставщиками овощей с материка. План совместной работы составлен до 2020 года. В феврале-марте 2020 года будет объявлена закупочная процедура на поставку овощей на период с мая по сентябрь 2020 года. Все закупоченные процедуры будут размещаться в единой информационной системе на сайте закупки. Взаимовыгодное сотрудничество производителя и потребителя налаживается. И хотя Алросаторг не может полностью скупать весь урожай, в любом случае это хорошее подспорье для фермеров. Тем более у них есть поддержка от государства. Какие виды субсидирования сельхозпроизводителей имеются и как активно они ими пользуются? Виды субсидирования у нас есть на овощеводов, на животноводов, на постройки именно каннибас для именно тех людей, которые занимаются у нас каннибасом. То есть это на поголовье. Но если конструктивно говорить, поэтапно основная часть субсидии это у нас заложено на животноводство. Животноводство, субвенции с республиканского денег у нас получается 20 тысяч на голову. Это на КРС. Помимо этого, по решению главы района нашего, было выделено 70 рублей на литр молока. То есть раньше если было 35 рублей субсидирование с датчиком именно молока, то на сегодняшний день это 70 рублей. То есть в два раза получается подняли цену? Да, в два раза. То есть это показатель, хороший показатель, если сравнить с остальными лусами. То есть у хозяйства уже начинается желание держать корову, заниматься хозяйством, увеличивать площадь покосов в таком формате. 80% уже мы выплатили субсидию с районного бюджета. По факту у нас получилось. То есть факт молока мы квартально получаем от своих специалистов сельского хозяйства, которые находятся у нас непосредственно на населениях. И по факту мы им переводим по литру данного молока. Ну если животноводство это более-менее круглогодичное производство, то растеневодство, как раз сейчас подходит период, когда растеневоды заканчивают уборку урожая. Расскажите, пожалуйста, как прошла уборка урожая в Ленском районе в этом году? Уборка урожая, она в этом году, можно сказать, ну я уже повторюсь, по картофелю мы уже вышли в план. На 0,3% больше, можно так сказать, не в процентах, а если в цифрах точно говорить. По капусте мы уже ждем пока 3 дня у нас сегодня, завтра и послезавтра. 10 числа они уже должны закончить, ну как по плану они нам говорили. Ну и надеемся, что мы тоже выйдем в план. У нас как раз есть небольшой сюжет на тему уборки урожая в этом году. Давайте с вами его посмотрим. Юрий Кузнецов занимается овощеводством уже 6 лет. Говорит, что в этом году картофеля почти в два раза меньше, чем в прошлом, хотя количество клубней на посадку было тоже. Сейчас в районе финальная стадия сбора урожая. И, как обычно, последний сплей убирают капусту. Она уродилась на славу. Картофель около 5 гектар посадил. В этом году урожайность была не очень хорошая. В принципе, у всех крестьян было картофель крупного мало. Вот он был крупный, но его было мало. И вместо предполагаемых где-то 60 тонн, где-то получилось 37-38 тонн. Значит, капуста где-то 3,5 гектара. Я думаю, что тонн 30 с гектара я, наверное, уберу. На уборке задействованы всего 6 человек. За день они убирают и увозят в хранилище полгектара капусты. Планируют управиться с урожаем примерно к 10 числам октября. Говорят, работа несложная. Нужно просто мысленно отвлечься. Тогда даже самое большое поле убрать можно быстро. Не сложно работать? Да нет, не сложно. Главное работать, тепло будет двигаться. До обеда мы, например, рубим. После обеда мы уже затариваем. То есть по кулям, по сеткам. Ну, в среднем, ну, куляй 30 на человека выходит. Уборочная кампания в Ленском районе продолжается. Крестьяне уже выкопали 7 641 тонну картофеля. Это 99% от плана. И 2321 тонну овощей, моркови, свеклы, капусты. Погода в этом году благоприятствует. И план по уборке выполняется. Сейчас сельхозпроизводители волнуют один вопрос. Как сохранить урожай и куда реализовать выращенные с трудом овощи? Как сейчас обстоит вопрос с работниками на предприятиях в районе? Есть ли дефицит кадров? Если говорить в общем, в хозяйствах. В тех хозяйствах, которые большие. Да, ну, давайте возьмем уже наше самое большое наше хозяйство. Это Абатамайское. Планируется постройка молокозавода нового. Тот молокозавод, который присутствует на данный момент, он как бы уже морально устарел, ну и подходит. Она уже... Мы не будем говорить, что она не соответствует, но мы планируем расширять. То есть у нас идет на данный момент в районе стройка поселка Бесенча. Это кооператив «Артек» строит на 120 голов ГРС «Хатон». Получается, у нас будет в следующем году коровник строится на 100 голов в селе Астанахара. Вот у нас индивидуальный предприниматель Гуляев Алексей Егорович тоже планирует в следующем году постройку коровника на 100 голов. То есть и в Батамайском у нас увеличение будет в следующем году поголовья ГРС. Если у нас на данный момент дойного стада 166 голов, то мы планируем уже поднять его до 200. То есть это о чем говорит? Это будет увеличение, опять же, штатных единиц. Это будет требование к наличию штата зоотехника, технолога молока и мяса. То есть это не только в Батамайе. Это будет и в Артанахаре, и в Бесенче на 120, если мы построим коровник институции голов. То есть это о чем говорит? Сейчас на данный момент у нас требуется только ООО «Батамайское». У нас, который уже есть в молокозаводе, 4 штата специалистов. Но если мы планируем строить новый молокозавод, там у нас штат должен быть 9 человек. Вы недавно возглавили управление сельского хозяйства Ленского района. Расскажите, пожалуйста, откуда вы пришли и какие планы у вас на дальнейшую работу в коллективе? Закончил я сельское хозяйственное академию в то время. Потом планов оставаться в республике, то есть в городе Якутске у меня не было. У меня был план именно переехать в свой дом, то есть в Ленский район, здесь трудиться. Но по прибытию сюда на тот момент вакансий на сельское хозяйство не было, то есть по направлению. Я ушел в производство. В производстве я работал в Алросе, в Алмаз-Дартрансе, отработал 4 года. Уходил оттуда мастером участка. Получается, перешел я в Газпронт-Разгостомск, в силу Сибири. Туда устроился механиком. Ну и по стечению вот сколько лет, 5 лет я там отработал механиком. Вот. Ну, можно сказать, можно было и дальше работать, но, как бы, хотелось сельское хозяйство уже, как бы, помочь сельскому, можно так сказать, помочь сельскому хозяйству для развития, по направлению развития сельского хозяйства именно в Ленском районе. Вот, чисто из-за, сугубо, можно сказать, личных желаний перешел сельского хозяйства. Ну, желание есть. Самое главное, я думаю, это желание и здоровье для дальнейших моих действий и воплощения своих планов. Вот. Ну, по развитию сельского хозяйства, отвечая на ваш вопрос, резкого развития, конечно, все хотят. Резкого развития сельского хозяйства. Но надо смотреть правде в глаза и конструктивно об этом думать. И ставить планы приоритетно, на какие направления они в первую очередь нужны. Вот. То есть, у нас в плане стабилизации, стабилизации сельского хозяйства на данный момент. То есть, это что? Это стабилизация на уровень прошлых лет. То есть, в 2016-2017 году, какие у нас показатели были сельского хозяйства, мы должны вернуться к этому и уже после этого думать о развитии. Но о развитии сейчас планировать надо сейчас, а думать надо поэтапно. В первую очередь, это стабилизация. В вторую очередь, это развитие. Иван Константинович, спасибо вам за беседу. До свидания. А я напомню, что сегодня мы беседовали с начальником Ленского района управления сельского хозяйства Иваном Константиновичем Захаровым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин